рассказать и показать москву это конечно классно но я решила выбрать город более узнаваемый которые знают во всем мире город о котором говорит абсолютно каждый и город который каждый узнает по фотографии и это нью-йорк сегодня я здесь и в ближайшие два дня я покажу вам как можно больше мест расскажу как можно больше историй и постараюсь вам показать нью-йорк из-под земли на земле и над землей с воздуха я надеюсь вам это будет интересно нью-йорк город о котором кажется знают все на планете наверное нет больше таких городов как нью-йорк сотни театров захватывающего вида небоскребы музеи мирового значения тысячи кафе и ресторанов центральный парк торговые центры все это не и этот город является самым крупным мегаполисом мира как в деловой экономической так и культурной сфере шумная жизнь здесь не утихает ни днем ни ночью это тайм-сквер самое популярное место в мире ежегодно здесь появляется как минимум 50 миллионов человек как по мне эта площадь действительно заслуживает звание самого популярного места в мире людей здесь правда очень много и кто здесь чем только не занимается кто-то просто ходят в костюмах каких-нибудь персонажей кто-то танцует кто-то кричит кто-то ходит голом и просит с ним сфотографироваться это место это огромнейшее скопление людей здесь расположены самые известные магазины кафе рестораны кинотеатры и офисы всех самых крупных компаний имеет здесь офис это престижно и конечно же каждая компания которая есть на тайм-сквер должна иметь здесь неоновую рекламу или неоновую вывеску которую можно видеть здесь постоянно тайм-сквер удивительное место здесь светло и днем и ночью и в 3 и в 4 часа ночи здесь можно почувствовать себя как днем здесь всегда будет светло и очень много шума кстати говоря о рекламных счетах реклама на тайм-сквер может начинаться от 5 тысяч долларов до 50 тысяч долларов за день то есть за один любой рекламный щит компания платит как минимум 5 тысяч долларов в день в один день эта цена не за месяц а просто за день я боюсь представить сколько крупные компании платят за рекламу именно в этом месте вообще здесь практически не встретить коренного нью-йоркца именно по той причине что они избегают этого места во первых здесь нет ни одного жилого помещения все что вы можете видеть здесь вокруг это лишь офисное помещение или хостелы или отели ну и конечно же магазины кроме этого здесь больше ничего нет и поэтому настоящему нью-йоркцу здесь сделать абсолютно нечего все что здесь есть он видел уже давным давно 1960 90-х годах вообще это место было одним из самых опасных районов города здесь просто постоянно были грабежи здесь вечно были открыты секшопы ну и в общем все люди старались максимально избегать этого места и всячески на нем не появляться сейчас не сказать что ситуация очень сильно извинилась потому что здесь везде курят траву тут вечно что-то происходит и вечно какой-то движ если вы тот человек кому нужны хлеб и зрелище то обязательно приходите на тайм-сквер в любое время суток в любой день недели вы здесь точно что-нибудь да увидите другого просто не дано есть ли архитектура в нью-йорке с одной стороны он кажется современным с другой не особо здесь кругом торговые центры современным дизайном небоскребы медиафасады и все светится кажется что нью-йорк утратил свою красоту в архитектуре но стоит присмотреться и понимаешь что нью-йорк имеет свою неповторимую архитектуру и она скорее в деталях возможно в нью-йорке и много стекла но когда смотришь на такую архитектуру понимаешь что в нью-йорке не все потеряно не вся красота города потерялась среди огромных небоскребов на тайм-сквер больше нечего смотреть поэтому я отправляюсь дальше я решила ехать на метро это быстро и плюс нью-йорк часто ассоциируется с метро именно здесь самая большая подземка в мире всего здесь 28 линий и 472 станции общая протяженность всех линий 1370 километров что в два раза превышает длину московского метро несмотря на то что метро нью-йорк окажется грязным неприятным местом да еще и с крысами в роли постояльцев мало кто из жителей города согласится отказаться от данного вида транспорта в городе огромная проблема с парковками да и пробки здесь постоянно поэтому ежедневно более 5 миллионов человек передвигаются именно в метро а еще нью-йорк является единственным городом в мире где метро работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в год думаю про метро тут уже все понятно но давайте я вам лучше покажу еще одно место с которым также часто ассоциируется нью-йорк как вы думаете о чем речь с каким же еще место может ассоциироваться нью-йорк про тайм-сквер мы с вами уже поговорили конечно же у нас остается центральный парк наверняка каждый из нас видел те фотографии в интернете где на всю площадь огромнейшего нью-йорка расположился не менее огромный парк центральный парк это настоящий глоток свежего воздуха для любого нью-йоркца здесь действительно устаешь от того что все вокруг усыпано кирпичом или стеклом огромные небоскребы но слишком мало деревьев я решила приехать именно сюда потому что ну кто не мечтал посмотреть на центральный парк своими глазами мне кажется абсолютно каждый кто хочет поехать в нью-йорк грезит о том дне когда он будет здесь кормить белок просто ходить гулять и смотреть на все что здесь есть ну разве не так вообще несмотря на то что весь этот парк выглядит как парк созданной природой он таковым совершенно не является вся территория этого парка была создана руками человека раньше на месте этой территории находилась болото и чтобы засыпать все болото которое здесь находилось из нью-джерси сюда пришлось доставить более 14 тысяч кубометров земли это только лишь для того чтобы на этой территории можно было просто передвигаться когда смотришь на этот парк задаешься вопросом ну что что здесь может быть такого особенного и пойдемте с этим разберемся зная что осенью в центральном парке очень много белок я заранее сходила в магазин и купила для них орехи потому что их здесь можно кормить и многие из них людей не боятся не все конечно но многие к ним относятся очень и очень спокойно осень потрясное время для того чтобы приехать в нью-йорк пойти в центральный парк и покормить белок их здесь становится очень много и многие из них спокойно к тебе подходят и берут орехи но хочу заметить что действительно очень многие туристы кормят белок они к этому привыкли и можно увидеть что белки очень и очень толстые и это не единственная белка которая такая широкая многие белки здесь имеют достаточно большой вес мне кажется это их огромная проблема вот смотришь на них и думаешь ну что они могут сделать плохого это палец вода они кусаются и порой очень сильно что я хочу сказать белок кормить это конечно классно но главное чтобы они не перепутали ваши пальцы с орехами потому что они готовы тянуть все что угодно сюда очень многие выходят на пробежку более того здесь даже частенько можно встретить голливудских звезд они выходят либо на утреннюю либо на вечернюю пробежку когда находят время но конечно сюда выходят не только за тем чтобы побегать честно говоря в нью-йорке складывается впечатление что здесь занимается спортом абсолютно каждый плюс помимо бега здесь еще есть бесплатные площадки для разных видов спорта для тенниса ну или баскетбола можно играть большой компанией плюс скейтбординга и прочего как для взрослых так и для самых маленьких здесь также часто гуляют с собаками кстати о собаках это совершенно отдельная тема о которой я хочу рассказать в сша больше домохозяйств с собаками чем с детьми собака здесь является неотъемлемым элементом образцовой американской семьи на улице это замечаешь сразу очень много собак разных размеров от самых маленьких до самых больших здесь даже существуют специальные площадки для собак нет не для дрессировки это просто парк где собаки могут бегать и играть друг с другом все эти площадки оснащены всем необходимым для собак или их хозяев и да конечно для маленьких собак одни парки а для других другие так безопаснее и что меня еще очень удивляет но при этом очень радует я за все это время не встретила здесь ни одну агрессивную собаку да собака может погнаться за белкой но они не гавкают на людей они не устраивают шум на улице просто так это абсолютно спокойные и воспитанные собаки ни одной агрессивной я до сих пор не встретила что-то я немного заговорилась и все-таки нужно еще показать немного окрестностей парка если я буду вам все время рассказывать про собак то у нас с вами не хватит никакого времени пойдемте я покажу вам что здесь есть еще необычного а вот то самое известное место которое вы могли видеть в огромном количестве голливудских фильмов именно сюда приходят провести время с семьей погулять с собаками просто насладиться окружающей природой здесь очень классно очень здорово и сегодня очень солнечно центральный парк удивительное место если пройти его весь то вы непременно найдете много безумно красивых мест например вы сможете увидеть замок или один из фонтанов которые вы уже видели ранее в кино ну или безумной красоты мост от которого невозможно оторвать взгляд а всего то и нужно что просто пройтись и постараться посмотреть каждый уголок этого парка вообще я здесь немного загулялась и пора бы отсюда уходить поэтому я сейчас вам покажу кое-что дальше еще интереснее красивее и просто потрясающее место здесь везде играет музыка и счастливые люди я так люблю это место кроме того что здесь очень много мостов здесь еще много всяких разных статуй и где-то здесь находится одна статуя которую я очень хочу вам показать она точно где-то должна быть здесь и сейчас мы с вами ее найдем я в этом уверена и вместе на нее посмотрим гуляя по центральному парку нельзя убирать телефон из рук кстати вот та статуя которую я хотела показать это же алиса в стране чудес ролик алиса шляпник чешир с ума сойти гулять на манхэттене это классно но давайте я вам лучше покажу красивые места за его пределами а еще в нью-йорке очень и очень развито судоходство есть очень много различных водных такси и водных трамваев поэтому я решила воспользоваться этой возможностью и прокатиться на речном такси стоимость здесь за него всего 2 доллара 75 центов в нью-йорке ровно такая же стоимости на поездку в метро поэтому эта цена довольно обычная мне кажется нью-йорк заслуживает того чтобы его посмотрели с земли с воды и с воздуха особенно когда возможность посмотреть на него с воды стоит всего два с половиной доллара вообще я приехала сюда не потому что это был самый дешевый вариант а сейчас я вам расскажу в чем дело нью-йорк славится своими смотровыми площадками или какими-нибудь местами откуда можно сделать потрясающую фотографию и например я сейчас иду к одному такому месту это смотровая площадка на бруклинский мост и открывается прекрасная панорама на нижний манхэттен и как раз таки на самый знаменитый американский мост вот это самое место позади меня бруклинский мост а сбоку находится нижний манхэттен и здесь просто потрясающе не правда ли в такие моменты влюбляешься в нью-йорк все больше и больше понимаешь что вся его красота она настолько огромна что очень тяжело посмотреть на все как по мне за такой вид можно отдать и больше двух долларов это очень красиво в бруклине находится казалось бы на первый взгляд обычная детская карусель несколько лошадей какие-то повозки но на самом деле эта карусель была создана в 1922 году изначально она находилась совершенно другом парке но парк в котором находилась эта карусель был закрыт в восемьдесят четвертом году и затем через год эта карусель была продана на аукционе после чего ее отправили на реставрацию и установили здесь в бруклине и теперь постоянно эта карусель содержится в потрясающем состоянии и что самое интересное вход на нее стоит всего лишь два доллара что по американским меркам но просто копейки жалко что она не развивает высокую скорость для меня было бы интереснее как для взрослого человека если бы я была ребенком то была бы безумно счастлива что мне удалось прокатиться на такой карусели но когда ты взрослый конечно не слишком все это интересно и забавно но сам случай на ней покататься учитывая ее историю безумно классный и великолепный здесь конечно очень много красивых мест но всегда стоит помнить что нью-йорк это еще и туристический город где очень и очень много людей а если говорить про какую-то достопримечательность то днем там будет слишком много туристов поэтому о тишине и спокойствии речи быть не может сейчас самый разгар дня и на бруклинском мосту очень много людей и на самом деле есть один небольшой совет который я бы могла дать абсолютно каждому если вы находитесь в нью-йорке и хотите сделать какие-нибудь красивые фотографии где вы и нет остальной толпы народа то на любую достопримечательность приходите только утром часов желательно до 10 или до 9 утра в ином случае будет просто вообще полнейшая жесть огромный у вас будет кадр где находитесь вы и с вами находится еще 50 ваших супер близких друзей поэтому во все достопримечательности лучше ходить утром если вы не собираетесь делать фотографии а просто хотите на все на это посмотреть то в этом случае можете приходить вообще в абсолютно любое время но лучше все таки утром еще с первой поездки в сша я поняла что ради красивых фото нужно приезжать утром тогда кадры будут удачными а еще пора заселяться в отель но признаюсь я забыла показать вам кое-что в центральном парке поэтому нужно вернуться я чуть не забыла это же известный один наверное из самых известных отелей которые есть нью-йорке и это отель плаза многие точнее даже все кто хотя бы раз посмотрел один дома 2 точно смогут узнать это место я видела этот отель внутри только лишь в этом же фильме и я очень сильно хочу внутрь попасть но эта идея мне пришла в голову только сейчас поэтому я конечно же никому не писала и не спрашивала разрешение зайти внутрь и от этого у меня есть небольшая авантюра мы сейчас попытаемся зайти внутрь этого отеля возможно в холл нас и пустят и я хотя бы вам смогу показать как там и что выглядит но я не знаю чем это закончится и в любом случае мы сейчас с вами это проверим вдох выдох и заходим внутрь как ни в чем не бывало мы постояльцы только посмотрите на это это же все как фильме даже ковер тот же самый люстра тоже все это поражает какая же здесь красота я боюсь представить сколько стоит одна такая люстра интерьер даже в лобе вызывает это восторг тут очень красиво и очень классно остановлюсь и посмотрю все повнимательней может удастся снять побольше материала думала я но тут же увидела охранника которая шел к нам навстречу к сожалению нас очень быстро оттуда выгнали и конечно идеальным вариантом было бы снять номер и тогда можно было бы что-то там внутри записывать но дело в том что ночь в этом отеле начинается от 60 тысяч рублей и эта цена только лишь за одну ночь поэтому мы просто попробовали зайти и зайти у нас получилось поэтому если вы будете без камеры и просто захотите посмотреть что там внутри заходите и делайте вид как будто вы живете в этом отеле и ничего не стесняйтесь к вам никто не подойдет и ничего не спросит если вы не выйдете с оператором и с камерой я пошла искать для себя гостиницу дешевле чем плаза но при этом такую чтобы было на что посмотреть и я ее нашла интересно пошлите смотреть номер он совсем маленький то есть в нем мало что есть здесь буквально одна лишь кровать две тумбочки телевизор здесь есть небольшая ванная комната но фишка этого номера совершенно не в его размерах а фишка его заключается в двух вещах и первое это вот этот вид это 32 этаж и вид прям вау сколько классных фото здесь можно сделать но это еще не все а вторая во втором окне вид прям на всемирный торговый центр и на мемориал 911 все конечно супер но что же по цене такой номер стоит 100 долларов за одну ночь это не маленькая цена но в принципе за этот вид такую сумму можно отдать просто посмотрите какой вид открывается в закат нью-йорк ты не перестаешь меня удивлять своей красотой пожалуйста остановись но такой шикарный вид открывается ли с жителем верхних этажей но и за этим видом стоят свои неприятности или небольшие проблемы какие ну примерно такие это офигеть в отеле 50 этажей и 3 лифта и постоянно какая-то дикая очередь как итог приходится довольно часто подниматься на тридцать второй этаж или спускаться с него по лестнице и казалось бы все бы ничего но на некоторых этажах идет ремонт и это уже превращается в полосу препятствий в общем честно я не могу рекомендовать вам отеле holiday in особенно в нью-йорке но хватит о плохом я хочу поесть и уже нашла в интернете место куда я собираюсь сейчас пойти смотрели ли вы фильм форест гамп а помните ли вы ли вы о том что один из героев хотел открыть свою креветочную но вот так у него это и не получилось и в этом же фильме в итоге форест гамп и открывал ту самую креветочную через два года после выхода этого потрясающего фильма в штате калифорния открывается первая креветочная с названием баба гамп и я сейчас собираюсь войти именно в нее как минимумом потому что я очень сильно люблю креветки здесь можно самом деле не только поесть но и купить различную атрибутику типа кофты кепки магнитики различные памятные для себя или для друзей и здесь даже продается фильм форест гамп на дивидии внутри все в тематике фильма форест гамп здесь даже есть фото или цитаты из фильма а вот меню в основном конечно состоит из креветок но есть еще всякие морепродукты и рыба на каждом столе в этом заведении установлены вот такие таблички на синий написано run forest run а на красный стоп форест стоп так вот когда вам ничего не нужно от официанта вы сидите наслаждаетесь атмосферой кушать в общем вам просто не нужен официант вы оставляете табличку синий а когда вам необходим официант вы хотите да заказать что-то получить счет или что-нибудь спросить нужно перевернуть табличку и официант сразу же подойдет я готова сделать заказ теперь осталось только дождаться официанта заказ у меня приняли быстро но ждать его пришлось долго надеюсь она того стоит все есть руками нет не надо есть руками спасибо я себе заказала здесь лосось рис брокколи и тоже есть креветки которые сделаны на гриле и конечно нельзя было не заказать большую порцию креветок давайте пробовать эти креветки безумно сочные и очень нежные правда я вот схватила не подумав она подается очень горячим и кажется я немного обожгла себе язык но это очень вкусно одну креветку я уже попробовала я поняла что они готовят достаточно вкусно а вот рыбу я еще не пробовала они божественно готовят очень часто я встречала что лосося сильно пересушивают но даже этому лосося удалось остаться сочным и нежным теперь я наелась мне нужен счет и я хочу пойти спать первый день в нью-йорке прошел идеально так много мест эмоций что даже не верится хочется теперь посмотреть и на ночной нью-йорк но должна предупредить что нью-йорк не такое идеальное место как вам могло показаться в нью-йорке чаще всего чувствуешь себя в некой безопасности но на самом деле лично у меня чем позднее становится чем темнее становится на улице тем все более странные люди здесь появляются здесь часто можно встретить на улице пьяниц наркоманов или просто до боли странных людей они могут просто зависать в стекло в окно или в зеркало ничего не говоря есть те которые просто начинают кричать на всю улицу вообще никому есть люди которые разговаривают тупо сами собой и нет мне не показалось у них нет наушников они просто разговаривают сами с собой кто-то спит на улице кто в общем на что гораст тот то и делает и когда вот эти люди тебя окружают ты не чувствуешь себя в стопроцентной безопасности поэтому мне вечером или ночью на улицах немного стрёмно такие люди есть и днем но днем их не особо замечаешь их все-таки больше видно ночью знаете для меня не похоже на оборотни днем они менее заметны а вот ночью они как будто бы просыпаются и становится очень страшно но хотя бы раз ночью нужно погулять нью-йорк это город который одинаково красив как днем так и ночью и возможно ночью даже можно увидеть ту красоту которую просто невозможно увидеть днем но сейчас на улице осень и очень холодно я достаточно замерзла и хочу пойти в отель тем более что мне нужно лезть пораньше завтра меня ждет очень и очень насыщенный день а что меня ждет я вам расскажу чуточку позже пойдем согреваться наконец-то я дошла в нью-йорке есть многим известная статуя свободы и часто блогеры рассказывают о том что можно практически бесплатно или за копейки проехать рядом с ней не заезжая на нее и изблизи на нее посмотреть кто-то просто едет туда и смотрит а я на завтра придумала занятие поинтереснее нет мы не будем проплывать рядом с ней и на нее мы тоже не поплывем мы пролетим над ней на вертолете у которого совершенно нет дверей и я думаю что это будет поинтереснее да и вид будет получше а сейчас я очень сильно за сегодня устала и очень хочу спать ну до завтра новый день новой эмоции вертолет у меня забронирован днем и мне нужно было чем-то занять утро я долго выбирала среди всех вариантов и сейчас я вам покажу место куда я направляюсь нью-йорк еще славится своими смотровыми площадками и все мы знаем про смотровые площадки на empire steel building или на рокфеллер центре но буквально в конце октября в нью-йорке открылась новая смотровая площадка и она получила звание одной из лучших в нью-йорке и что в ней есть как она выглядит мы сейчас посмотрим она занимает целых три этажа ее называют еще торговым центром сразу же я вспомнила парк развлечений тут тебе и охрана и длинные очереди а еще фильм показывают в котором объясняется смысл создания этой смотровой площадки еще сканируют лицо в общем развлекают как могут этажи сделаны целиком либо из стекла либо из зеркала поэтому для безопасности для того чтобы ничего не пачкалось всем выдают специальные бахилы которые кстати говоря даже не скользят еще здесь каждого ждет поездка на скоростном лифте который за 42 секунды поднимает вас на девяносто первый этаж здания офигеть на скоростном лифте добираешься до девяносто первого этажа за буквально 42-43 секунды при этом уши закладывает напрочь и более того лифт целиком зеркальный такое ощущение как будто в этом лифте находится человек 500 и все они тебя окружают мне стало немного не по себе но давайте посмотрим что нас ждет на смотровой площадке здесь очень светло и просто так сюда советуют приходить солнечными очками во вторых если посмотреть на пол кажется что здесь вообще безумно много пространства и вон там как будто бы люди хотя это все отражение людей здесь оказалось больше чем я ожидала но вид меня уже радует вы видите это же empire steel building интуиция мне подсказывает что дальше вид будет куда круче кроме всего прочего в этом помещении проходит выставка японской художницы и у меня язык не поворачивается назвать это обычной смотровой площадкой еще один несомненный плюс именно этой смотровой площадке в том что она хватает все территории и можно посмотреть на нью-йорк со всех сторон например там был empire steel building а сейчас за моей спиной находится центральный парк не думала что так близко увижу центральный парк свысока вообще уже сейчас я могу сказать наверняка непозволительно побывать в нью-йорке и не сходить на смотровую площадку кстати это не все у нас еще целых два этажа каждая комната здесь отличается от других например эта комната наполнена воздушными шарами и здесь так много зеркал что порой не понимаешь где потолок а где пол какие люди настоящие а что является отражением это не просто травая площадка где вы можете посмотреть все вокруг это даже сложно назвать смотровой площадкой вода здесь три этажа на них расположены разные пение здесь и зеркальные полы и шары с которыми можно сфотографироваться и даже инсталляция знаменитого японского дизайнера в общем здесь время пролетает не замечаешь и при этом можно сделать очень много классных фотографий а еще здесь есть вид абсолютно на все достопримечательности empire style building красслер building центральный парк смотришь вот так вниз и голова кругом от того как это круто самый прекрасный здесь третий этаж потому что он находится под открытым небом здесь не жарко сейчас здесь хорошо здесь очень и очень классно пока у меня есть запасе еще время хочу вам рассказать немного больше про нью-йорк нью-йорк очень часто называют каменными джунглями и это не просто так например на манхэттене город усыплен огромными зданиями это могут быть стеклянные небоскребы или просто каменные высотки и действительно погулять мало места где вы сможете прогуляться и насладиться природой все-таки в основном это кирпич и стекло но на самом деле на манхэттене есть несколько безумно красивых парков и сейчас я хочу вам показать парк в существование которого очень сложно поверить потому что изначально его вообще не должно было быть и возможно вы даже не видели подобных проектов я думаю вы точно будете удивлены пошлите этот парк называется маленький остров и он был открыт лишь в мае 2021 года и что самое удивительное этот парк целиком и полностью был подарен городу нью-йорку то есть этот парк строила не само государство а его просто подарили когда смотришь на такой парк первая мысль что все это компьютерная графика ну выглядит максимально нереалистично а когда заходишь внутрь происходит и вовсе разрыв шаблона очень много зелени вокруг здесь больше ста деревьев 35 разных видов а про количество цветов я вообще молчу все смотрится так гармонично даже не верится что еще совсем недавно на этом месте был лишь заброшенный пирс вообще этот парк был построен на месте известного 54 пирса именно к этому пирсу доставляли людей которых удалось спасти из титаника учитывая проблему которая была в нью-йорке в связи с отсутствием парков решили строить разные парки на пирсах которые чаще всего оставались заброшенные или которые в принципе не использовались так например в нью-йорке уже застроили несколько пирсов различными парками и строительство парков до сих пор продолжается на соседнем пирсе сейчас возводят парк который откроют только в 2023 году но он тоже обещает быть очень интересным и там будет целое огромное игровое поле для футбола мне кажется что это отличное решение проблемы отсутствие парков в огромном мегаполисе как по мне так через несколько лет проблема с парками в нью-йорке будет решена но не все места здесь вызывают такой прилив радости и счастья нью-йорке есть один мемориал где какие-то слова будут излишне потому что абсолютно каждый знает историю происхождения его и я думаю здесь не стоит рассказывать чего-то лишнего и это мемориал который посвящен тем страшным событиям которые произошли в сентябре 2001 года именно на этом месте стояла одна из башен близнецов вторая стояла чуть подальше и она окружена плитами на которых расположены фамилии и имена тех людей которые погибли при взрывах в этих башнях здесь они не расположены по алфавиту имеют свою определенную систему по сегодняшний день здесь не забывают имена тех кто погиб в этом страшном теракте и каждый день устанавливают настоящую белую розу в имя того человека у кого сегодня должен быть день рождения и например сегодня это повар болтон и вы можете обратить внимание сейчас здесь стоит настоящая белая роза в его имени абсолютно все на территории мемориала имеет свой смысл например деревья были выкопаны для пересадки в радиусе 500 миль от всемирного торгового центра а некоторые из них привезли из пенсильвании и вашингтона с мест близких к районам на которые также были произведены атаки 11 сентября и здесь есть дерево спасатели нашли его под завалами затем его долго выхаживали в одном из парков после чего приняли решение вернуть на то место где она всегда росло здесь такая атмосфера что тут даже улыбаться тяжело как будто ты чувствуешь все что здесь происходило мы немного с опозданием упс чуть не забыла телефон как же долго я ждала этого полета надеюсь сегодня он состоится летать на вертолете с микрофоном нельзя и поэтому дальше вся съемка будет осуществляться без него так что приятного просмотра так как вертолет без дверей и в любое время можно из него выпасть необходимо очень и очень хорошая страховка погода для полета сегодня максимально шикарная на небе ни одного облака светит солнце да еще тепло на улице самая большая надежда у меня сейчас на то что я увижу вид лучше чем со смотровой площадке утром кстати посмотрите это же тот самый маленький остров справа да он даже сверху выглядит как что-то нереальное там видно инфа и стрел билдинг и да это центральный парк а это отель plaza боже какой же потрясающий вид даже оператор решил сделать фото пока летишь только успеваешь что находить знакомые всем здания здесь смотровая площадка на которой мы сегодня были красклер билдинг а вон там им файр стел билдинг мемориал 911 всемирный торговый центр который я вижу из окна своего номера господи как же он близко а еще за ним видно бруклинский мост и манхэттенский и плюс посмотрите справа вы видите именно об этих парках я и говорила они все абсолютно все были построены на пирсах согласитесь что выглядит это совершенно необычно по сути их не было вообще я нашла один большой минус во всем этом пока летишь разрываешься и фото хочется сделать и просто посмотреть вокруг хочется чтобы запомнить всю эту красоту своими глазами как же это круто и красиво полет на вертолете был лучшим решением а теперь как и обещала вот она статуя свободы как по мне лучше пролететь и и вот так близко чем просто приехать на остров одно я могу сказать точно весь этот полет однозначно стоил своих денег мы остались живы и целы такси приедет вон туда нью-йорк захватывающий интересный город здесь много есть на что посмотреть но есть и свои минусы например посмотрите вот сюда здесь огромная куча мусора и они здесь повсюду идешь по улице и где бы ты не проходил на любой улице всегда есть мусор кажется что это небольшая проблема но например в финансовом районе эти горы мусора могут равняться росту человеческому и это подвергает в шок даже здесь я прошла только 20 метров а здесь уже вторая гора мусора и это здесь огромнейшая проблема единственное какой плюс я могу в этом назвать что весь этот мусор он в принципе не пахнет чаще всего здесь собирается либо бумага с каким-нибудь картоном или коробками либо пластик и поэтому они в принципе не истощают какой-то неприятный запах правда порой весь этот мусор мешает увидеть всю красоту города но иногда можно идти и даже не заметить что проходишь с огромной горой отходов ты просто привыкаешь но есть вещь который я привыкнуть не могу с апреля этого года в нью-йорке легализовали марихуану и теперь везде ее продают и курят и запах косяков начинает какой-то момент сильно раздражать я даже начала думать что лучше бы был запах мусора чем нескончаемый запах травки кажется что в нью-йорке решили устроить небоскребы из мусора а я решила заглянуть библиотеку говорят что именно это здание одна из самых великолепных архитектурных достопримечательностей на манхэттене и сейчас я узнаю так ли это на самом деле мы пришли в здание нью-йоркской библиотеки и сегодня здесь проходит выставка мы пытаемся найти вход это самое красивое здание библиотеки который я видела в своей жизни только представьте в 1911 году это было самое большое мраморное здание сша при строительстве здания было использовано пятьсот тридцать тысяч кубических футов белого верманского мрамора им полностью было облицовано здание снаружи когда оказываешься внутри хочется обойти все посмотреть на все комнаты заглянуть в каждый уголок самое прекрасное в этой библиотеке то что вход в нее доступен совершенно всем и абсолютно бесплатно здесь есть главный читальный зал и вроде как он открыт для посещения и ежедневно туда проводят несколько экскурсий я надеюсь что у меня получится попасть на одну из таких экскурсий а вот и одна из таких экскурсий надеюсь следующая будет скоро не терпится посмотреть читальный зал внутри думала я пока мне не сказали что сегодня это была последняя к моему сожалению экскурсия в данный момент идет и практически подходят концу а на сегодняшний день мест больше экскурсий никаких нет а сегодня вечером точнее ночью мы к сожалению уже уезжаем поэтому не судьба в следующий раз ну ладно посмотрю хотя бы отсюда так ладно у меня есть еще билет на выставку надеюсь она не закрылась иначе будет вообще грустно отлично выставка называется сокровищница и я понятия не имела что тут будет но когда я увидела первый экспонат я поняла что здесь представлены самые главные сокровища соединенных штатов америки например это билли правах 1689 год именно в нем написаны 10 поправок конституции сша а это это рукописная копия декларации независимости томаса джефферсона и это оригинал и конечно же декларации независимости все то на чем было воспитано население начало чего-то грандиозного и значимого все это здесь представлено увидеть все это своими глазами бесценно но давайте я вам покажу еще одно место которое вы возможно ждали весь этот выпуск не часто вокзалы бывают какими-то особенными чаще всего вокзал это просто место огромное скопление людей обычно грязно и не слишком привлекательно но в нью-йорке есть вокзал и это не просто вокзал это настоящее произведение искусства пошлите смотреть в нью-йорке не перестаешь удивляться вот казалось бы ты приходишь в обычный вокзал а тут такое красивое помещение и кажется что ты знаешь каждый его уголок ведь ты столько раз видел это место в кино правда ведь это место удивительное невероятное и загадочное о нем можно говорить до бесконечности но давайте обо всех мелких деталях по порядку и вкратце первое когда вы сюда попадаете в самое сердце этого вокзала сразу же падает взгляд на потолок он огромный и расписан он как звездное небо но есть один большущий косяк который заметили только после того как уже открыли этот вокзал все дело в том что созвездия на потолке перепутаны и они должны по идее быть наоборот этот кирпич оставили специально и он показывает каким был потолок до того как здание реставрировали но все дело в том что никто до сих пор не знает почему именно он был таким черным кто-то говорит что это было из-за никотина а другие утверждают что это была сажа и пыль но никто до сих пор не может дать точного ответа что же на этом кусочке осело здесь глаз останавливается на очень многих мелких деталях и когда ходишь здесь думаешь ну что еще можно здесь посмотреть возможно если вы здесь окажетесь ваш взгляд сразу же упадет на часы которые находятся над стойкой информации выглядят они вот так и они кажутся обычными часами ну да немного красивыми это часы с четырьмя циферблатами вырезанные из цельного куска благородного опала и их стоимость оценивается в 10-20 миллионов долларов поэтому многие люди ходят здесь но даже не подозревают что у них на глазах находится вещь которая стоит 20 миллионов долларов и это как минимум это действительно удивительное место с огромнейшей историей оно потрясающее и заслуживает вашего внимания поэтому если вы будете в Нью-Йорке обязательно сюда придите здесь очень красиво это здание перестраивалось целых три раза и сейчас оно выглядит просто неимоверно если честно я бы хотела еще вам много всего рассказать но время уже поджимает и мне пора идти дальше уверена мы когда-нибудь еще вернемся в это здание и я подробней о нем расскажу а сейчас идем Нью-Йорк называют столицей мира и это не случайно это восхитительный город да в нем есть свои недостатки их очень много но все равно вся его красота она перебивает абсолютно любой минус который в нем есть да он действительно шумный но этот шум он создает некую прелесть и атмосферу этого города если вы хотя бы раз побываете в Нью-Йорке то отныне вы всегда будете его ассоциировать именно с шумом этих улиц он потрясающий красивый и я счастлива что мне довелось здесь побывать и я уверена что мы еще не раз сюда приедем ну Нью-Йорк пока пока а что они готовят достаточно и как по мне так это место действительно заслуживает мест а что я тебе сказала я хотела здесь сказать походу он перекурил немного что не так ладно все пошли разбираться белка ты бешеная или не бешеная это поле это что газон блин что правда идем там консьерж начале стоит где моя еда я хочу есть но до сих пор никто не может точно сказать что же на нем осела 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 вот какой глагол сейчас погоди все я готова готов мне кажется что это оригинальное блин сейчас мне кажется что это отличное решение проблемы что я не буду переговаривать это нью-йорк уже вовсю готовится к новому году а точнее к рождеству а 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